Давай, вылазь из-под сиденья Ужас, где ты успела? Да, и что за радость? Куда? Давай доберемся вот до туда, быстро Алиса, стой! Не на меня! Нет! Кто там? Ой, что это? Что это такое жуткое? Привет, я Энни Мэджик И со мной тут мои собачки Киска Алиска И другие питомцы И сегодня мы с Киска Алисой впервые в жизни Пойдем на такую прям настоящую Серьезную прогулку Она будет в шлейке Мы поедем на машине, в переноске И отправимся на наш Мэджик Хаус Вы мне дарите очень много подарков, ребята И это реально огромная поддержка и экономия Ведь я строю дом, и мне нужно копить деньги Поэтому, когда я что-нибудь покупаю для питомцев Или вообще смотрю что-то в интернете Я всегда пользуюсь кэшбэком И вот Мегабонус надежный проверенный сервис Который возвращает вам часть стоимости от ваших покупок До 40% с каждой покупки И у него реально мега удобное расширение для браузера Я один раз установила, зарегистрировалась и забыла А потом делала какие-то покупки, как обычно А там же больше тысячи магазинов И наверняка будет ваш любимый магазин Потом смотрю такая Мегабонус начисляет мне кэшбэк каждый раз И он начисляется мгновенно В общем, реально приятно было А в Алиэкспресс, например, расширение показывает надежность продавца Плюс можно отслеживать свои посылки Короче, очень удобно Тем более, Мегабонус работает по всему миру И пользоваться можно не только на компьютере Но и есть приложение для iOS и Android Деньги выводятся на WebMoney, Kiwi, Яндекс.Деньги На карточку, на мобильный телефон В общем, куда угодно А, вспомнила, есть еще такая крутая штука В общем, к примеру, делишься ссылкой на товар из магазина И получаешь кэшбэк от покупки друга А еще 50% от суммы кэшбэка приглашенных друзей При этом кэшбэк у них не уменьшается А во многих магазинах сейчас есть всякие купоны и промокоды И с ними можно получить еще большую скидку В общем, я надеюсь, у меня получилось объяснить всю выгоду А специально для моих подписчиков Мегабонус сделал уникальный промокод Который дает плюс 31% кэшбэку Так что ссылку на Мегабонус я оставлю внизу в описании Там же будет промокод Скачивайте, потому что количество активаций промокода ограничено И поехали! Алиска сама заползла в переноску Забилась в уголок, но сейчас, видимо, развернется, захочет вылезти На ней шлейка, я ее приучаю к шлейке Так уж сложилось, что моя кошка и моя собака лучшие подружки И мне кажется, что Алисе будет намного спокойнее Пока что будем учиться в переноске в машине ездить Потом, надеюсь, получится ездить уже без переноски Юмичу вылезла, Алиска там пока еще сидит Так, Алиска выглядывает Ну что? Давай, не бойся, выходи Алиска вроде как чем-то там заинтересовалась Давай, не бойся, Алиска Алиска забралась прямо под мое сидение В принципе, это нормальная реакция, тем более для кошки Потому что она переживает, нервничает Это все-таки некоторый стресс Мы не будем ее торопить Пусть она побродит, походит, тут побудет в машине Давай, вылазь из-под сидения, давай, Алиска И, ребят, я должна вам кое в чем признаться Я с вами всегда по-честному Жиза есть жиза Когда я только вытащила Алиску из канализации Я сказала, что я хочу, чтобы она стала такой кошкой-путешественницей Как и все мои собаки Была приучена к шлейке, к переноске К поездкам на машине и на другом транспорте Но для этого нужно было ее постоянно к этому приучать А я, к сожалению, этого постоянно не делала Зимой мы редко куда ездили И было очень холодно Поэтому я всего пару раз брала ее в переноске в машину И немножко дома приучала к шлейке Весной было грязно У нас это стройка, наш Magic House И поэтому мне тоже некогда было этим заниматься И сейчас, летом, я планирую заняться этим вопросом вплотную Во-первых, летом тепло Не грязно Мы чаще куда-то ездим Плюс Алиски нет еще годика И, соответственно, у меня есть все шансы приучить ее ко всему этому Хотя я до этого немножко это делала Но все-таки не постоянно Так что, если вы хотите, чтобы ваша кошка была все-таки такой путешественницей Везде с вами бывала Приучена была ко всему То начинать, конечно, лучше с самого-самого молоденького возраста Потому что взрослую кошку приучить ко всему этому будет гораздо сложнее Мы приехали на наш Magic House Сейчас с киской Алиской пойдем на газончик Юмич, ты будешь поддерживать Алиску? Будешь, да? Ты же ее подруга! А вы, ребята, ставьте лайк этому ролику Если вы хотите, чтобы пока жара, лето, солнышко Я сводила всех своих питомцев купаться И сняла об этом эпичное видео И рассказывайте в комментариях, чем вы занимаетесь летом со своими животными Кто-то может на дачу ездить, кто-то на море Обещала показать, как я вешу на альфа-гравить И все, никак руки не доходят Вот такие вот у нас на участке несколько деревьев со сливами Вот эти вот зелененькие Это будут потом такие небольшие, очень вкусные сливки И вон покемошка бежит А я хотела показать вам смородину У нас уже поспевает она У вас есть огороды? И любите ли вы ездить на огород? Юми Фу, Юмичу, почему ты вся грязная? Короче, покемон вся, вся в какой-то грязи Огороды вся где-то Ужас, где ты успела изваляться? Пришлось поставить Алиску в тенек на 5 минут Потому что сейчас мне придется пойти мыть покемона Заодно у нас мыть ее собаки будет Мыть ее собаки на улице Да, и что за радость-то? Такая смешная Водичка не холодная в шланге У нас слегка такая даже тепленькая, можно сказать Поэтому Юми не замерзнет Сейчас еще нужно Юмичу вытереть А пока я покажу вам Вот здесь мы делаем газончик, выращиваем И у нас объявился крот во дворе Вот такие вот округлые горочки земли И их несколько Между ними есть такая незаметная практически дорожка И этот кротик портит нам газон В общем, если кто-то знает, как бороться с кротами Пишите У меня нет с собой прям такого вот полотенца, чтобы оно впитывало Я тряпочкой Юми протерла, но до конца не впитывается влага Но в принципе сегодня тепло, поэтому будем надеяться, что Юмичу все будет хорошо с ней Ты испачкала мне шорты опять Что за планы у тебя сегодня, а? Ты хочешь киси Алисе в гости? Так Алиска уже нюхает Алиска, смотри, травка Ты же так хотела травки покушать Давай, Алис, выходи Я буду держать поводок так незаметно Типа я, это не я вообще Алиска будет выходить Смотри, Юмичу гуляет, Алис В принципе, кошек, как и собак, приучают ко всему постепенно, последовательно, не торопясь, не мучая их Вот, например, как шлейки приучить котенка Котенка проще всего, то есть ему нужно надевать шлейку каждый раз дома, периодически, чтобы он привыкал Точно так же и с кошками, просто взрослым будет сложнее И через время он сам уже будет нормально к ней относиться Пойдем гулять Алиска Алиска не хочет никуда идти, ей тут хорошо Давай, Алис, пошли Сейчас, Киса Алиса у нас отправится гулять Смотри, первая реакция, конечно, Алискина, это такое беспокойство Она так к земле прижимается Ложится, все так интересно и при этом страшно, да? Алис, ну смотри, как Юми гуляет-то вокруг тебя Давай, не бойся Она прям легла, прям плоская Во, первые шаги Пошла такая Поползла скорее, как разведчик Так Алис, ты куда? Я тоже ползу за Алиской пока Чтобы не тянуть ее За поводок Чтобы дать ей пока освоиться Алисыч Котомонстр Кисявка Кисявка решила первым делом В первую и единственную клумбочку на участке залезть Я думаю, что раз уж Алиска явно вышла, явно пошла ходить Нужно прибегнуть ко всем способам, которые я с собой взяла Туннели, палатки, игрушки Чтобы Алиска почувствовала себя комфортно Да? Только как до туда добраться Если я сейчас пытаюсь просто контролировать процесс и не трогать Алису Как же нам туда... Такой котопес под кустом сидит Алис, ну ты видишь, Юми бегает, да? Смотри Юми что тут? Так, интересно все Она пока ползком так именно не ходит А вот как ящерица Алиса в траке Алиса управляет моей жизнью сейчас То есть она сейчас ведет поводок, а не я Потому что она перебирается такими перебежками Куда? Давай доберемся вот до туда Быстро прям дойдем И там есть палаточка Тебе там понравится Смотри Конечно же Алиска сейчас спрячется туда Взяла ей игрушку Вот такую птичку Чирикающую Чтобы она на нее охотилась Алиска не хочет, кстати, в туннели заходить Ей вот интересно именно Сейчас попробуем Алиску развеселить Будем пробовать применять способ Отвлечения Внимание От беспокоящих моментов Алиса прошла сквозь туннель Алис Алис, ты куда? Алиса, стой! Алиса! В общем, так как Юмичу измазявалась где-то И сняла с себя свой ошейник Я хотела напомнить Я уже не раз говорила Что я постоянно даю какие-то полезные советы В том числе во всех влогах Так что обязательно все их пересматривайте От начала до конца И вот как раз по поводу ошейников и шлейк Если вы помните, то правильно Ошейник на собаке надет так Чтобы пальчик влазил Вот между ошейником и шеей собаки Ваш палец точно так же надевается на кошку и шлейка Чтобы ваш палец влазил Вот в этот вот промежуток Между кошкой и самой шлейкой Но не три пальца, не четыре И чтобы не слишком жало, не было тесно Ваш палец должен свободно войти Между кошкой и шлейкой Между ошейником и собакой Алиса, стой! Я хочу показать! Стой! То есть вот так вот должно быть Ваш палец свободно вот здесь вот В шлейку, между шлейкой и кошкой входит Но не должно слишком перетягивать И не должно быть слишком свободно Чтобы ошейник или шлейка спадали С животного Алиса вышла на улицу И все это увидела Такой большой мир Первый раз в жизни Алис, пойдем Нет, это бесполезно Тянуть я ее не буду Она на Юме смотрит Она смотрит туда, где Юмичу там лазит Опять в грязи, да? Вот она туда смотрит А вот в следующие разы Мы уже попробуем как-нибудь двигаться Со шлейкой вместе Пойдем, Алис Вот Давай Пойдем Пойдем, Алис Пойдем Нет Нужно дать ей время освоиться И не нужно как-то напрягать ее Заставлять ее что-то делать Просто находиться рядом Все-таки держать под контролем Чтобы кошка никуда не делась Не убежала Потому что на стрессе она может Ааа! Уронила горшок В принципе ничего нового Все как и дома В общем, это вполне объяснимо Что Алиска не реагирует На привычные вещи На игрушки, туннели Какие-то там палатки Потому что это есть все дома И здесь это неинтересно Ей нужно изучить мир, который вокруг Обычно дома она урчит Прямо это явно доставляет ей удовольствие А сейчас она настолько напряжена Кстати, ребят, не забывайте Как я постоянно вам напоминаю Обрабатывать своих животных от клещей Блох Особенно вот сейчас Летом, весной, осенью И кошек это касается тоже И даже если у вас питомцы Обработанные кошки И собаки Все равно нужно потом Когда вы домой приходите Проверять обязательно Не прицепился ли какой-нибудь клещ Не на меня! Нет! Зайди в палатку Неси сюда скорее Вот молодец Мой покемон Давай Неси вячка Она так смешно прыгает Давай, Юмичу Молодец Летающая собака Раз, два, три Молодец Что такое? В крапиву наступила! В крапиву покемон наступила! В крапиву, да? Вот здесь маленькая крапивка Лапку обожгла Юмичу опять полезла в те кусты Где она испачкалась Юми! Покемон! Опять? Ты хочешь опять помыться? М? Давай уже Походи немножко Траву нюхает Ест Вот! Пристала уже Пошла за Юмичу Юмичу туда И она туда Прям много уже прошла Пытаюсь заснять Как она хвостом Так дергает Как гремучая змея Так Юми, иди сюда Покажи Алиске Как гулять Алиска активно Прям какую-то траву там ест Нашла там в кустах Где-то Не могу до нее добраться Даже снять Алис, Что там за трава такая? Кстати, вот эту вот шлеечку Нам подарили Мэджики Для Алиски Так что мы Всеми подарочками Пользуемся Какая красивая кошка Половинчатая мордая Кто там? Алис, что там? Такая вот красивая Голубая С розовым С синеньким С кроличками Какими-то Там Юмичу Юмичу бежит А, там машина По дороге проехала И Алиска такая Ой, что это? Что это такое? Жуткое Звук такой издает, да? Ну не бойся, Алис Мы тут Мы тебе в беду не дадим Все-таки мы скоро переезжаем Мэджик Хаус наш И Алиска должна привыкнуть Гулять Видеть природу Короче, переходите по ссылочкам На новые видео На других моих каналах Ссылочки там внизу И увидимся скоро В новых роликах Я думаю, хороший показатель Что Алиска начала Есть траву До этого она вообще Нервничала Прямо И ни о чем думать не могла А сейчас она уже И травушку начала Зелененькую есть Как дома Прям, да? Смотри, Алис Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!